Далее я вас предостерегаю от подобных оздоровлений и пониманий процесса исцеления. Чтобы вы все правильно понимали. Поэтому на канале я все вам разъясняю. Итак, смотрите. Вот Сергей Матвиенко написал. Так, сегодня пришло понимание еще одной простой истины. Ну, когда человек начинает заниматься, многие вещи действительно приходят ему. Неправильное сочетание продуктов дает брожение в кишечнике. А брожение, в свою очередь, не позволяет кишечнику полностью опорожниться. Я бы не сказал, что это так именно. Сочетание, да, дает брожение, то есть способствует тому, что у вас развивается болезнетворная микрофлора, которая всасывается, которая распространяется, которая дает токсические вот эти вот ядовитые свои выделения, и организм отравляется. Ну, в свою очередь, в свою очередь, это может, конечно, повлиять на кишечную стенку, что там кишечник полностью там не опорожняется. То есть вы просто-напросто, создавая предпосылки для дисбактериоза, вы полностью расстраиваете работу своего организма. А не то, что там он опорожняется, не опорожняется. Если он еще не полностью опорожняется, вот это еще все всасывается, еще вдобавок нафешивается. То есть эффект самоинтоксикации организма от подобных сочетаний продуктов идет гораздо быстрее и более серьезные вещи приносит. Это важно понимать, а не то, что там опорожняется из-за того, что там забродило. Так, истинно простая дошла до меня сегодня с утра. Ну, люди, если они в это дело не вникают, у них там, грубо говоря, ага, побегу на работу, там то-то сделаю, что-то сделаю и так далее, и так далее. То есть поглощены обыденными вещами, им как-то не до этого. Так, с утра стул был, но мне, но много осталось внутри и булькает. Ага, много осталось внутри и булькает. Это не значит, что как раз булькает, это говорит о том, что вот это идет бордильные процессы. Ну, ладно, насчет того, чтобы там клизму сделать, я уж не буду говорить. Бежать будет намного тяжелее с булькающими кишками. Они не просто булькают, а еще и газы вырываются. Не так ли? Вечерний прием пищи могу немного контролировать еще и пониманием того, что утро будет бег, и насколько он будет легкий, зависит от ужина. Ну, так возьми, перестраивайся. В чем заключается, будем говорить, работа над собой? Она в первую очередь заключается в работе над своим собственным сознанием. Вы вот так вот думаете, вот так вот поступаете и так далее, так далее. То есть у вас идет реализация целой, будем говорить, программы, которая вам обеспечивает, ну, будем говорить, проведение дня и проведение жизни. Но вы видите, что эта программа какая-то тупиковая, надо ее изменить. И вот первые подвижки должны идти в программе. Вы должны менять свое собственное сознание. и менять его так, чтобы у вас, это приводило к тому, что организм, чтобы у вас работал нормально, а не то, что там булькает что-то там еще, и можно без всяких там беготни обойтись и так далее. Ну, ладно. Опять же, понимание это пришло только вчера. Да, е-мое, все вчера. Выпил компот 250 соком чистотела. Вопрос, зачем выпивать компот с соком чистотела? Через 15 минут выпью отвар хвой из гвоздика и тмином. Значит, за 15 минут компот все-таки не успеет проскочить, если так вот компот взять, 250 грамм. Ну, многовато. Ну, хотя бы полчаса подождать, да? Потом, смотрите, опять идет загрузка отвар хвой из гвоздика и тмином. И тадикампом. Чего тут? Знаете, вот с одной стороны, когда надо избавиться от паразитов, это одно. А тут идет, знаете, просто какая-то беспрерывная загрузка. Этим, тем, тем, пятым, десятым. И пойду обливаться и одеваться на пробежку. Порой сижу тепло одетый, чтобы не терять тепло, тело перед обливанием. Меня заинтересовал вот этот вот подход. Выпил компот, 250 граммов с соком чистотела. Был вопрос, по-моему, от Вадима Лагрина. А зачем сока чистотела выпил? Ответ был тот, что да, вот имеются, мол, папилломы и, как бы сказать, и нехай сок чистотела поработает там, поработает, уберет эти папилломы и так далее. Стоп-машина, задний ход. Так, так, так не поступает. Не поступает. Знаете, почему? Если вы собрались использовать там, допустим, какое-то лекарственное средство, то его, вот для того, чтобы оно подействовало, надо применять одно. То есть, если сок чистотела там, допустим, вы там выпили, грубо говоря, вот тогда оно будет там работать. Если оно уже смешано с пищевыми продуктами, одно там за другим, никакого особого положительного эффекта от этого не будет происходить. Плюс, вот думаете, там сок чистотела там, все это, знаете, выпили, и он автоматически там что-то уберет папилломы. Как правило, если папилломы имеются, вы не используете такой орган, как желудок, пропуская через него разного рода там лекарственные средства, потому что от этого желудок портится раз, и желудок это такой орган, который разрушает все, что у него попадает. Его функция разрушать на мельчайшие, будем говорить, кирпичики, чтобы потом уже их использовать дальше в процессе, значит, жизнедеятельности. Поэтому, если вы хотите, чтобы что-то у вас подействовало, используйте вот давно проверенные способы. Что делают? Вводят, делают уколы, делают разного рода эти самые, то есть применяют все-таки доступные вещи, которые бы сразу лекарственное вещество, вот, какого-нибудь происхождения, там, искусственного, или там, не искусственного, вводили сразу в кровь, и вот там она уже начнет там действовать по-своему. То есть, не проходя барьер желудка, барьер кишечника. Вот для этого, для этого чистотел используют в виде клизм. В прямой кишке, это вам не желудок, там идет всасывание жидкости, и вот она всасывается и начинает работать. Плюс, вот эти все, если взять папилломы, они имеют, будем говорить, свои корешки, которые, как правило, гнездятся в районе толстого кишечника. То есть, вот воздействие на них прямое, способствует тому, что тогда и начинает работать вот этот метод избавления от папиллом, чтобы вы знали, понимали, как это работает. А не просто загружаем все. То же самое, допустим, что там у нас было. Этот тадикамп. Вот тмин и гвоздику можно, так как это просто пищевые вещества, продукты, их можно использовать буквально-таки в каждом приеме пищи. Как до, так и после. А вот тут нету. Что касается тадикампа или керосина, а вот его желательно все-таки не смешивать с пищей, ничем там особо не запрюгать. Вы его приняли, все, подождите, чтобы он как-то начал действовать. А не смешивался со всей этой пищей, и уже там, он говорит, что там получится, и ожидать, что все, сейчас волшебное произойдет изменение, и вы там выздоровеете. Понимаете, что вы делаете, что и для чего. А не грузите все в кучу. Вот так вот в кучу грузите, вот так вот и получается вот такой вот результат.